Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Компания «Алроса» как один из крупнейших отечественных недропользователей Крайне позитивно оценивает те изменения, которые были реализованы правительством Российской Федерации Министерством природных ресурсов и экологии за последние годы В частности удалось во многом повысить эффективность георазведки На примере нашей компании новые месторождения, которые были открыты, привели к росту инвестиций в инфраструктуру Это тысячи рабочих мест новых, это огромные налоговые отчисления, бюджеты субъектов Российской Федерации, федеральный бюджет Поэтому здесь произошли колоссальные изменения за последние годы Сейчас во всем мире самый низкий уровень прироста запасов углеводородов за последние 65 лет На этом фоне в России затраты компании на проведение геологоразведки на нефть и газ В минувшем году росли и составили по предварительным данным 314 миллиардов рублей Безусловно, что эффективные и понятные прозрачные действия регуляторов создают дополнительные условия для дополнительных инвестиций И если вспомнить 2013 год, то президент на комиссии ПАТЭК определил, что задачей государственных регуляторов является как раз устранение ненужных бюрократических барьеров И создание однозначно понимаемых условий для недропользования И мы видим, что в этом направлении ведется системная последовательная работа с привлечением участников рынка Есть уже результаты, если говорить о тех инициативах, проектах, которые удалось реализовать за это время Их несколько Я в качестве примера приведу, наверное, инициативу по разовой актуализации лицензии Это очень важный проект, который позволил, с одной стороны, скажем так, обнулить те исторические долги, которые были по геологоразведке Что было важно для компании, с другой стороны, в дальнейшем это позволило перейти на управление обязательствами через проектные документы В результате открыто 75 месторождений углеводородного сырья и выявлено 40 перспективных площадок для начала поисковых работ На примере Новотека мы выходим на полуостров Гэдан, на Ямальском полуострове много работаем И очень хорошо, что мы получаем понимание в министерстве о этих новых задачах Продлили период геологоразведки до 7 лет, очень помогло то, что сейчас можно прилизать участки к тем месторождениям, которые мы получаем хорошие результаты То, что сейчас министерство инициирует применение коэффициента 3,5 к нашим геологоразведочным работам Я считаю, позволит и дальше наращивать сырьевую базу, несмотря на то, что сейчас так резко упали цены на нефть, на газ И в связи с этим, наверное, и уменьшаются по всему миру геологоразведочные работы, но не в России Наиболее значимыми в 2017 году стали открытия двух крупных месторождений углеводородов Запасы Центрально-Ольгинского месторождения оцениваются в 80 миллионов тонн Запасы другого газоконденсатного месторождения, Южно-Лунское в Охотском море, оцениваются в 50 миллиардов кубометров природного газа Значительный объем поисковых работ проводился на шельфе Именно шельфовые проекты стали стимулом для создания российского инновационного оборудования для геологоразведки Которое может полностью заменить зарубежные аналоги В 2016 году было принято решение изменения в налоговый кодекс относительно получения определенных льгот при проведении геологоразведочных работ на сложных участках шельфовых северных морей Все инвестиции, которые на это потрачены, учитываются коэффициентом полтора, а тем не менее налогная прибыль, соответственно, уменьшается Это дает возможность, будем говорить, интенсифицировать работу по геологоразведке на севере нашей страны, на шельфе Не менее важным направлением в минувшем году стала разработка технологий для добычи трудноизвлекаемых запасов углеводородов Были созданы высокотехнологичные полигоны по изучению и добыче такого сырья Началось формирование необходимой нормативно-правовой базы Мы видим большую заинтересованность государства в том, чтобы российские нефтяные компании эффективно работали с трудноизвлекаемыми запасами и создавали новые технологии для их добычи Мы видим, что на государственном уровне есть понимание важности работы и что эта работа может позволить создать новые условия, новые возможности для развития отрасли В 2017 году проект компании «Газпромнефть» по разработке технологий для освоения Баженовской свиты получил статус национального проекта Следующий очень важный шаг – это внесение изменений в закон о недрах и ввод нового вида лицензий – технологический полигон И если взять ту же Баженовскую свиту, то одна Баженовская свита в состоянии дать отрасли дополнительно миллиарды тонн извлекаемых запасов И по своей сути начать второй этап освоения Западной Сибири, что безусловно важно Развитие отечественной геологоразведки привело к росту запасов и твердых полезных ископаемых В 2017 году затраты недропользователей на эти цели увеличились и превысили 48 миллиардов рублей На государственный баланс были впервые поставлены 92 месторождения твердых полезных ископаемых В том числе 72 месторождения золота и 8 угольных месторождений Такие достижения стали возможны в том числе благодаря внедрению так называемого заявительного принципа Предоставления права пользования недрами для геологического изучения Сегодня он действует для наименее изученных площадей Это очень большой прорыв, то что произошло в последние годы И прирост флангов, и отмена некоторых ограничений в части проведения конкурсных процедур То есть те административные барьеры, которые занимали от 9 месяцев до полутора года, они исключены Это очень важно, потому что инвестиционный цикл в гору как минимум 7 лет И для нас каждый год является решающим Не менее важным шагом стал запуск механизма вовлечения в отработку попутных полезных компонентов добываемого сырья Многие проблемы решены внесением изменений в лицензии Со следующего промывочного сезона мы сможем дополнительно получать попутное золото и платина Которые сможем реализовывать, получать дополнительный экономический эффект Ну и безусловно это ряд постановлений правительства, которые были и приказов Минприроды Которые были приняты на протяжении 16-17 года по отработке и флангов месторождений И преимущественном праве недропользователей проводить дальнейшие работы на более глубоких горизонтах По нашим лицензиям, по работе как раз на этих флангах Ну и ряд еще инициатив, которые нам позволили более эффективно осваивать наши георазведочные лицензии За последние годы внесено 26 поправок в законодательство о недрах Издано 47 постановлений правительства Что обеспечило благоприятный инвестиционный климат для российских и зарубежных инвесторов Леса России В 2017 году впервые за последнее десятилетие обеспечен баланс вырубленных площадей и площадей лесовосстановления Усилиями лесников восстановлены почти 968 тысяч гектаров При этом площадь искусственных насаждений превысила 170 тысяч гектаров Показатели выращивания саженцев также стабильны Более 660 миллионов штук в год Еще один показатель работы министерства в 2017 году – повышение доходов от использования лесов Впервые их уровень превысил 33 миллиарда рублей Из них в федеральный бюджет поступило около 22 миллиардов рублей В региональные бюджеты – почти 11 миллиардов рублей Эти экономические показатели постепенно переводят лесную отрасль России на эффективную модель производства Впервые после принятия лесного кодекса объем лесозаготовок превысил уровень 2007 года И он сейчас составляет 213 миллионов кубометров А в 2007 мы заготовили в России 205 миллионов кубометров Вместе с агентством лесного хозяйства мы уже разработали целый набор рекомендаций Нормативных актов для модельных лесов Определены эти области, где произрастать будут модельные леса Ведется уже лесозаготовка по новой технологии Я надеюсь, что в самое ближайшее время это станет новым федеральным законодательством Которое будет распространиться на все леса Российской Федерации В 2017 году продолжилось совершенствование законодательной базы лесной отрасли России Большинство предложений министерства были поддержаны законодателями В частности, был принят закон, определяющий порядок использования лесов Теперь приоритетные условия будут создаваться для предприятий, занимающихся глубокой переработкой древесины Я думаю, здесь без поддержки как раз Министерства природных ресурсов Содействия людей, которые занимаются лесным комплексом Нам это было бы трудно реализовать А теперь уже эта машина работает Выпускает 120 тысяч тонн прекрасной нивеленной бумаги По всем экологическим стандартам, принятым в мире В целом, за последние пять лет создана эффективная система контроля за оборотом древесины Впервые в России стал осуществляться ее учет на всех этапах От рубки и продажи до переработки Декларирование всех сделок Перевозка лесоматериалов по специальным документам на транспортировку древесины Поштучная маркировка ценных бревен при экспорте В 2015 году введена в промышленную эксплуатацию Единая государственная информационная система учета древесины и сделок с ней Лес ЕГАИС К настоящему времени она стала эффективным межведомственным инструментом Для борьбы с криминалом в лесной отрасли Система ЕГАИС Рубки снизилась более чем на 8% При этом объем заготовки древесины Вырос более чем на 20 миллионов кубометров Орган исполнительной власти субъектов федерации Может передать ему в аренду не на аукционе права заготовки А на открытом конкурсе Но при этом условие Это должен быть арендатор Который имеет лесозаготовительные мощности То есть государство и законодатели И в принципе Министерство природных ресурсов Направляют усилия на то, чтобы была глубокая переработка древесины Лесные пожары остаются одной из главных забот лесников В 2017 году стихия уничтожила 1 миллион 400 тысяч гектаров лесных угодий Наиболее сложная обстановка складывалась в республике Саха-Якутия Иркутской области, Красноярском крае, Республике Бурятия, Забайкальском крае Как и в предыдущие годы Главным виновником возгорания стал человек Это примерно 64% от всех случаев Благодаря принятым мерам По итогам 2017 года Удалось значительно сократить ущерб от лесных пожаров В 2015 году ущерб от пожара было 56% По итогам 2017 года Там всего идет где-то порядка, наверное, 12 миллиардов Площадь и количество лесных пожаров и ущерб Они где-то в среднем от предыдущих лет В полтора раза ниже, чем было до 2015 года По мнению специалистов У жителей России коренным образом изменилось отношение к лесным ресурсам страны Во многом этому способствовало проведение в 2017 году года экологии На территории всей страны прошли масштабные акции по посадке саженцев В этих мероприятиях приняли участие более 5 миллионов человек Чтобы сохранить гарантированное водообеспечение населения и объектов экономики По инициативе министерства была разработана и принята Федеральная целевая программа развития водохозяйственного комплекса России до 2020 года В результате доля аварийных гидротехнических сооружений снизилась почти на треть Протяженность сооружений инженерной защиты превысила 250 километров Утвержден новый приоритетный проект Оздоровление Волги Его задача – ликвидация экологических угроз водным объектам Волжского бассейна В рамках этого проекта началась активная работа в российских регионах Экология – это основа качества жизни населения любого региона, в том числе Вологодской области Для этого делается большой комплекс мероприятий Утверждена государственная программа охраны окружающей среды 2020 года в регионе И муниципальная программа города Череповца охраны окружающей среды В областной программе более 50 мероприятий практически всех крупнейших природопользователей На общий объем инвестиций более 15 миллиардов рублей Реализованы природоохранные мероприятия, которые позволили нам за 5 лет Фактически в 2 раза уменьшить объем стоков В том числе бассейн реки Волги, на берегах которых находятся наши крупнейшие природопользователи Всего же в Волжском бассейне выявлено 69 горячих экологических точек Реализация проекта позволит сократить сброс загрязненных сточных вод в 9 раз Будут ликвидированы наиболее опасные объекты Сохранится биоразнообразие Волги А главное, произойдет улучшение качества жизни у 60 миллионов россиян Основным загрязнителем озера Байкал на сегодняшний день является жилищно-коммунальное хозяйство Состояние ЖКХ Байкальской природной территории удручающее Большинство объектов изношены Эффективность очистки сточных вод крайне низка Многие коммунальные объекты сами оказывают существенное негативное воздействие на природу Особенно в центральной части Байкала В рамках федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал» уже достигнуты существенные результаты На 17% сокращены выбросы загрязняющих веществ в атмосферу На 22% сокращена загрязненная площадь на байкальской природной территории Реализованы такие проекты, как ликвидация экологического ущерба от джидинского вольфрам-малибденового комбината Хальбоджинского угольного разреза Построенные очистные в Кяхте, которые являлись постоянным вопросом в российско-монгольских отношениях Построятся очистные в Улан-Удэ, которые являются основным источником негативного воздействия на реку Селенга и, соответственно, на Байкал И, конечно, мы приветствуем продление федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал» на последующий период Все эти усилия позволят сделать главное для будущих поколений россиян Сохранить и приумножить водные ресурсы нашей страны Ключевым событием 2017 года стало утверждение президентом России «Стратегии экологической безопасности» на период до 2025 года, а также проведение Года экологии Более 20 миллионов человек приняли участие в различных акциях, посвященных Году экологии Всего прошло 7 тысяч мероприятий Более 470 миллиардов рублей инвестировано в зеленые проекты Крупные промышленные компании в Год экологии провели 75 мероприятий на сумму более 76 миллиардов рублей Всего с Минприроды России подписано 54 соглашения Большинство из них долгосрочные Летом 2017 года мы сделали запуск строительства и начало реализации серного проекта Что это для территории? Это значит сокращение выбросов на 75% 75% в совокупности с закрытием в прошлые годы никелевого завода Это практически чистый воздух на территории В 2017 году Минприроды России приступила к реализации приоритетных проектов «Чистая страна» и «Дикая природа России» сохранить и увидеть Определены 7 пилотных территорий, где будут отрабатываться программы развития экологического туризма Для этих целей выбраны национальные парки на Северном Кавказе, Алтае, Варктике и Прибайкалье По самым скромным подсчетам, в 2017 году около 9 миллионов человек смогли пройти по новым туристическим маршрутам И восхититься красотой удивительных уголков природы В 2017 году созданы 4 особо охраняемые территории федерального значения Национальные парки и Сингелеевские горы в Ульяновской области И Ладожские шхеры в Республике Карелия Государственные природные заповедники Восток Финского залива в Ленинградской области И Васюганский на территории Новосибирской и Томской областей Нашли развитие и проекты по сохранению редких видов животных На фоне того, что во всем мире снижается численность редких, находящихся под угрозой исчезновения животных И об этом говорит Международный Союз охраны природы и Всемирный фонд дикой природы В нашей стране эта ситуация стабилизируется благодаря усилиям многих добровольцев, волонтеров Примеры такие, как амурский тигр, переднятский леопард, дальневосточный леопард, белый журавль стерк Лошадь Пржевальского Большинство этих видов находятся под неусыпным оком и ученых И в то же время при полной поддержке первого лица государства, нашего президента В 2017 году продолжилась борьба с незаконной торговлей дикими животными и их дериватами По инициативе министерства разработаны изменения в Уголовный кодекс России Усиливающие ответственность браконьеров за торговлю редкими видами и дериватами В том числе в интернете Я очень рада, что Министерство природных ресурсов очень серьезно восприняло эту тему И стала предпринимать усилия для того, чтобы изменить законодательство Это самое главное на самом деле, для того, чтобы ужесточить законодательство Потому что мы столкнулись с той проблемой, что интернет был просто не покрыт И когда мы говорили с МВД, они в общем как-то уходили от этого Сейчас законодательство меняется Соответственно ужесточено наказание за нелегальную торговлю животными Не только животными, но и дериватами Очень важно, что можно теперь этих людей привлечь И здесь людям граждат реальные штрафы или реальное тюремное заключение В год экологии в российских регионах создано 111 объектов по обработке, утилизации и размещению отходов Для стимулирования переработки отходов установлен запрет на захоронение отдельных их видов В первую очередь он коснулся лома черных и цветных металлов С 2019 года вне закона окажется захоронение отходов бумаги, картона и бумажной упаковки А также шины покрышек, полиэтилена и полиэтиленовой упаковки, стекла и стеклянной тары Сегодня уже существует правовая база для осуществления деятельности по общественному экологическому контролю Эти возможности сегодня есть Любой желающий, любой волонтер, любой эколог, любой неравнодушный гражданин В любом регионе может эту деятельность осуществлять Легально быть общественным экологическим инспектором В 2017 году правительство России утвердило приоритетный проект «Чистая страна» Началась реализация 25 мероприятий по ликвидации объектов накопленного экологического ущерба в 13 регионах страны 10 из них полностью выполнены В результате улучшены экологические условия проживания около 150 тысяч человек И восстановлено более 30 гектаров загрязненных земель Продолжилась активная работа по модернизации устаревших грязных производств Сформирован перечень из 300 предприятий – основных загрязнителей окружающей среды Подготовлена законодательная база, усиливающая контроль за крупными предприятиями И снижающая административные барьеры для остальных Экологическая модернизация требует существенных затрат Затрат, прежде всего, бизнеса, промышленников Регулятор это понимает Существует диалог, диалог продуктивный, конструктивный Между регулятором и промышленниками, крупным бизнесом И вот эта дорожная карта по реализации этой реформы Она выстраивается в соответствии с договоренностями И Минприрода России открыта для такого конструктивного диалога Разработаны требования по оснащению источников выбросов и сбросов загрязняющих веществ Системами автоматического контроля Было введено в эксплуатацию с использованием наилучших доступных технологий 11 новых объектов Модернизировано 4 В результате сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и водные объекты составит 284 тысячи тонн в год Несмотря на растущие внешние вызовы, обострение глобальной конкуренции Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации Обеспечило в 2017 году эффективное развитие отраслей природоресурсного сектора И активную работу в сфере охраны окружающей среды Субтитры создавал DimaTorzok